Да, значит послушайте меня внимательно, оно к сожалению благодаря вам не доброе, значит я сейчас разобралась с ситуацией, не поленилась, поговорила с хозяином, значит выяснила для себя, блять, интересный новый мир, значит случилось следующее, вот я рассказывала, что случилось по очереди, я разговаривала и с хозяином и с рабочим, они все мне сказали, что им гораздо удобнее работать по нормальному человеческому. Расписание. По какому? С 12 утра до 8 вечера, как работают все нормальные люди, но из-за вас по какой-то причине вы с часу до 4 и за каких-то, блять, мелких гаденышей этим людям работать не даете, что является абсолютно нормой, а выставляете их работать с 10, значит вот я вас предупреждаю, никаких нахуй тихих часов, блять, в этом доме не будем, мы не в детском, блять, в саду живем. Значит сегодня в час дня я вам продемонстрирую, что такое, блять, рыберские вечеринки, у вас не будет тихого часа в любом случае, значит вы должны просто уяснить и смириться с этой мыслью, что с сегодняшнего дня, если из-за имелких этих, блять, пидорасов и гаденышей, блять, которые тут живут, вы будете продолжать участвовать, устраивать какие-то детские, блять, сука, часы, я вам буду устраивать дискотеки ровно в это время, без Ксения. Значит, мы с ними договорились, для них это гораздо более удобно, для них удобнее, понимаете, они мне говорят, да, конечно, мы лучше будем с 12 до 8 работать, нормальный рабочий день, мы все понимаем, здесь утра люди спят, у нас, сука, здесь детский сад, блять, что ли, пусть нахуй живут со своими детьми в детских, блять, домах, где те живут, блять, с детьми. Здесь взрослый дом для нормальных людей, взрослых, понимаете, центр Москвы, и подстраиваться под каких-то гаденышей я не буду, поэтому еще раз поговорите с этими соседями или еще с кем-то, я здесь в 10 утра устраивать вот это, блять, отбойными молотками эту хуйню не позволю. Если это будет продолжаться, я в час вам сегодня, еще раз повторяю, продемонстрирую, что такое, блять, шум в час дня. Это ясно? Не говоря уже о том, что еще раз это будет продолжаться, я в Кипре остановлю оплаты по дому и не буду здесь вообще ни за что платить. У меня заебалое такое отношение, Нина Васильевна. Почему у меня прав меньше, чем у каких-то, блять, мелких пидорасов? Мне наплевать, что они здесь, я вас говорю, я детей не люблю, мне вообще наплевать на то, во сколько они спят, пусть спят в другом месте. В 10 утра этот шумит никому не позволю устраивать этот ад каждое утро. Я ложусь в форму, у меня другая работа, вот и все. Давайте так, вы назовите хотя бы какие-то дни, чтобы они вот вас, а остальные дни будете работать, потому что детей никто не отменял, их назад в живот к маме не засунешь, вы прекрасно понимаете. И дети так же, как и вы, бывают и болеют, и все бывает. Назовите хоть какой-то день, допустим, какой-то день вы можете. Хорошо, понедельник, понедельник, пятница с 9 до 11, и пусть спят в патус. Нет, подождите, два дня только всего в неделю? Нет, ну, слушайте, они теперь и по выходным работают, это нормально. Нет, по выходным, нет, 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 я разобралась, я сходила туда, мне пришлось приезжать туда из-за этого, да, вот, ну, не столь важно, это были жильцы, там тоже, безалаберное, это самое. Ну, а как можно по выходным это тоже устраивать? Ну, вот, 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 ну, вот мы, я ей сказала, вы ходите сами, жалостесь, я ей сказала, говорю, а сами вот такую ситуацию здесь, это самое. Ну, разобрались, она там еще, это, ну, минут 10 после вашего звонка, а я как раз здесь недалеко была, и поэтому все, там утихли. Вот, теперь вот здесь, ну, вы назовите какой-то хотя бы день, в какой-то день там, ну, не надо шуметь, можно подстроиться. Ксения, ну, вы поймите... Ксения, я еще раз говорю, мы готовы пойти навстречу, но если это будет не каждый день. Вы скажите, в какой-то день, там, один день, ну, два в неделю, ну, не всегда же, Ксения. Ксения, ну, почему всегда с часу до четырех-то они не шумят? Пусть они в какие-то дни шумят с часу до четырех тогда. Ксения, у вас рядом... Значит, наши права должны быть уравниваны. Я еще... Да мне нашла, блядь, на этого маленького ребенка, пусть хоть сдохнет. Если вы будете продолжать отстаивать его интересы, я вам буду устраивать тут дискотеки, блядь. Начну это делать с сегодняшнего дня. Почему вы мне идете навстречу только какие-то дни, а и вашему маленькому гидарашу каждый день. Ксения, ну, что вы так уж обижаетесь? Всегда я к вам иду навстречу. Нет, вы идете навстречу какому-то ребенку. Тут дети, да плевать мне, что тут дети. Мало ли тут какие-то дети. Не надо говорить плевать. У вас тоже будут дети, и как вы будете-то говорить. У меня детей не будет. Вот и все. Мне это вообще не будет у меня детей. И не надо мне вот этого счастья. Значит, пожалуйста, решите эту проблему. Ксения, давайте так, послушайте, послушайте, пожалуйста, не кипишуйте. Нет, я понимаю этих людей. Слушайте, я с ними заговорила. Там нормальные люди живут, но они говорят, почему нам сейчас до четырех, и я их поделюсь. Я говорю, правильно, пусть вам разрешают. Ну, это правда. Значит, еще раз говорю, пусть несколько дней, они с часу до четырех шумят, а вы встать тогда, это нормально, я понимаю, компромисс. Там в неделе у нас шесть дней, и вот пусть три дня с часу до четырех шумят. Но не так, что вы им не разрешаете утром, а вечером опять не разрешаете. Пусть за четыре дня ребенок тоже не запих. Смотрите, что, смотрите, что тоже. Вы почему наменят вот все это? Потому что, слушайте, почему тогда к моему мнению вам наплевать, а какого-то, блядь, сраного ребенка не наплевать? Это мнение, Ксения, ну как наплевать, если мы постоянно стараемся, даже вот тут нам родить. Ребят, если можно сегодня, пожалуйста, не долбите. Ну, бывает несколько дней, а вам-то надо отказываться, нужно каждый день. Нет, ну я бы не знаю, я бы здесь не знаю. Ну, какие люди не могут не работать, что вы, понимаете? Пусть они работают с часу до четырех. Ну нельзя с часу до четырех. Вы поймите, не один ребенок-то в доме, вы чего? А в восемь часов уже все, если приходят с работы, тоже всех по головам сучать, тоже не нельзя. Хорошо, замечательно. А я не прихожу в восемь часов, и у меня нету здесь с часа до четырех. Вы хотите получить дискомпетру, ну вот вы поймите, вы ее получите. Я буду уходить раздавлять музыку. Давайте, Валер, давайте, утром с которым, до которых сейчас вам нельзя, утром, вам. Ну хотя бы, чтобы они начинали в двенадцать. Ну, Вадим, ну в двенадцать. Не, ну почему вы мне даете час, блядь, а этим пидарашам мелким четыре? Я, блядь, хуже, чем я вижу, что это за час спать? Все, сегодня я вас услышала, я поняла. Все, решите с этими мелкими, блядь, гаденышами, пусть идут и спят в детский сад. Им нужно, блядь, спать негде, пусть детский сад идут, и там спят, блядь, хоть весь день. Все, Ксения, сегодня я... Все, давайте, работайте. Субтитры создавал DimaTorzok